МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сами МЧС в результате боевой работы были спасены и эвакуированы из опасных зон 1727 человек. Далее подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник вечером ремонтные работы в гаражном кооперативе на улице машиностроителей привели к пожару. О загорании в одном из боксов дежурную службу МЧС сообщили очевидцы, когда спасатели прибыли на место вызова, гараж и припаркованный в нем легковой автомобиль горели уже открытым огнем. Огнеборцы оперативно справились с возгоранием, но в результате пожара пострадал 49-летний хозяин гаража. С 5% ожогов тела он был госпитализирован. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Рассматриваемая версия вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости при проведении ремонтных работ. Во вторник утром возгорание произошло в 12-этажном доме по улице Рафиева. Сильный дым из окон квартиры на 10-м этаже встревожил соседей, которые и вызвали работников МЧС. Как оказалось, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки холодильника. ЧП было своевременно устранено, никто не пострадал. В среду днем спасатели вызволяли котенка, застрявшего в радиаторе отопления квартиры по улице Харьковская. Кот спал на радиаторе и во сне свалился. Да так неудачно, что подушечка задней лапы попала в узкую щель между секциями радиатора. Работники МЧС подручными средствами вытащили поврежденную лапу усатого из батареи. Стоит отметить, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей, и каждый подобный звонок рассматривается индивидуально. Однако, исходя из соображений гуманизма и при наличии возможности, спасатели откликаются на такие случаи. Минск чрезвычайный. В пятницу, вероятнее всего, оставленный без присмотра владельцем одного из боксов газовый обогреватель стал причиной пожара сразу в трех металлических гаражах. ЧП произошло около полудня в гаражном кооперативе на улице Голодеда. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Спасатели оперативно справились с огнем, и никто не пострадал. МЧС напоминает, не оставляйте без присмотра включенные обогреватели, в том числе на ночь. Почти 900 человек работниками МЧС совместно с администрацией были эвакуированы в пятницу из здания средней школы в столичном микрорайоне Лошица. Возгорание произошло около полудня в электрощитовой на первом этаже. В здании сразу же сработала пожарная сигнализация. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. В субботу около полуночи в двушке на улице Белецкого очередной жертвой вредной привычки покурить едва не стал квартиросъемщик. Пожар произошел в одной из комнат. Из соседней работники МЧС спасли 47-летнего мужчину. В бессознательном состоянии с отравлением продуктами горения он был передан бригаде скорой. В результате пожара повреждено имущество в комнате, телевизор, межкомнатная дверь, оконный блок, закопчена и вся квартира. Ежегодно в Беларуси почти тысячи пожаров происходят из-за неосторожного вращения с огнем при курении. С начала года уже более 200 человек стали жертвами огня из-за непотушенной сигареты. Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного вращения с огнем при курении, в эти дни спасатели проводят республиканскую акцию «Не прожигай свою жизнь». Пока пожарные боролись с огненной стихией в квартире на улице Белецкого, на проезжей части улицы Грибоедова не без чужой помощи загорелся микроавтобус «Пежо Боксер». Еще до приезда спасателей огонь уничтожил его полностью. Не повезло также и владельцу припаркованного рядом «Ситроэна». Пламя повредило лакокрасочное покрытие багажника, заднюю фару и бампер французского минивена. В воскресенье около двух ночи на 101 поступило сообщение о тонущем в Чижовском водохранилище человеке. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели обнаружили мужчину на расстоянии 40 метров от берега. Горе пловец потерял ориентацию в пространстве и не мог определить, в какой стороне берег. Глубина водохранилища в месте, где он был обнаружен, составляет около полутора метров. При помощи стропа спасатели помогли 28-летнему мужчине выбраться на берег. С диагнозом переохлаждения и алкогольное опьянение спасенный был доставлен в больницу. В воскресенье днем 33-летний мужчина упал в лифтовую шахту с высоты пятого этажа. Он чудом остался жив. На место экстренно прибыли работники МЧС и медики. С помощью альпинистского снаряжения спасатели вытащили его из шахты. Мужчина был в сознании, несмотря на то, что приземлился на голый бетон. Все произошло в строящемся здании на территории Минского городского клинического онкодиспансера на проспекте Независимости. Пострадавший выполнял там столярные работы. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован в больницу скорой помощи. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова